Приветствую вас. Я хотел бы, на самом деле, выделить две основных проблемы, которые, как мне кажется, присутствуют у вас. Первая проблема заключается в том, что вы хотите мужского внимания, мужского любви вы хотите. Вот. И семью создать. Это первое. То есть, здесь есть акцент на том, в чем вынуждает это. И здесь уместно будет задать себе вопрос. Почему я хочу мужского любви, именно мужского любви? Ничего мне не хватает. Как я чувствую себя без мужского любви? Без мужского внимания? Чувствую ли я себя из-за этого как-то хуже, например? Если да, то почему? Это первое. Нужно отдельно отметить, что хотеть мужской любви, так же, как и семьи, нельзя. Потому как происходит идеализация и самой любви, которую может вам дать, к примеру, человек, и социального образования, что представляет из себя семья. Так. И из-за идеализации возможен такой вариант развития событий, когда вы просто будете постоянно неудовлетворены тем, например, как будет складываться ваша жизнь, как будет проявлять свою любовь мужчина, который вам, собственно говоря, ну, дорог, важен, ценит и так далее. Это первое. С первым моментом очень важно разобраться. Очень важно не недооценивать его. Потому что на данный момент имеет место быть у вас сверхмотивация. То есть вы, грубо говоря, сверхмотивированы на то, чтобы построить отношения, построить семью и так далее. Сверхмотивация мешает. И мешает она естественной модели поведения. Это очень важно понять. Следующий аспект, который я хотел бы заправить, заключается в том, что вы не уверены в себе. Точнее, вы не принимаете, судя по тому, что я вижу, вы не принимаете свою национальность. Вы не принимаете до конца себя. Возникает вопрос. В чем вы не уверены? В чем вы не уверены? В чем вы зомневаетесь? И насколько вы отдаете себе отсчет в своей привлекательности? То есть, насколько хорошо вы пользуетесь своими природными плюсами, своими природными достоинствами, которые у вас, безусловно, как и у любого человека имеются. С этим тоже необходимо разобраться. Это тоже необходимо рассмотреть. Также необходимо это рассмотреть. Комплексы, любые, любые комплексы, не возникают на ровном месте. То есть, если у вас возник комплекс, это значит, что сомнения, скорее всего, были уже раньше, сомнения были уже до этого. Вот. И с этими сомнениями нужно работать. Национальность не влияет ни на что, а на нем, кроме как на стереотипы, кроме как на стереотипичное поведение. И не подкрепляют ничего, кроме как стереотипы других людей. Потому что сама идея о том, что кому-то нравятся славянки, кому-то нравятся европейки, кому-то нравятся американки. Сама подстановка вопроса является крайне поверхностной. И человек, сам по себе, много-много, многограннее той плоскости взгляда на него, которое предлагают эти люди. И ваше, ваше такое вот двойное, грубо говоря, двойное сочетание сверх мотивации иметь семью и получить мужскую любовь, как компенсацию за отсыствие, вероятно, любви к себе. Вот. И, соответственно, неуверенность в себе приводит к этому и к этому самому конфликту. который у вас есть сейчас, на данный момент. И вот обратите внимание, что вы задаете вопрос, что за напасть? Я начинаю замыкаться и комплексовать. Неужели не национальность так влияет? Это не напасть, именно. Это не напасть. Это отзеркаливание, то бишь отражение ваших собственных представлений, ваших собственных чувств, ваших собственных переживаний в других людях. То есть, вы видите то, что вы в себе не принимаете. Вы видите то, с чем вам невозможно или практически тяжело, практически нереально смириться. Поэтому, обратите, пожалуйста, обратите, пожалуйста, свое внимание на этот. Обратите, пожалуйста, свое внимание на данный азбек. Для того, чтобы иметь четкое представление о том, что действительно азбек. Ибо, если вы в себе не уверены, то выстроить отношения с людьми вам будет крайне-скрайне-скрайне сложно. Ну... Просто... Потому что... Просто потому что... Так... Просто потому что по-другому не бывает. Так... Так... Вот... Примерно... Так... Я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.